Абрамовка. Поселок сельского типа в Таловском районе Воронежской области. Административный центр Абрамовского сельского поселения. Железнодорожная станция. Климат умеренный. Поселок расположен в бассейне Дона, между речью Битюга и Хопра. В 145 километрах к юго-востоку от Воронежа. Возник поселок во второй половине 18 века. Первоначально назывался Новики. В 1816 году имелось 469 жителей-однодворцев, казенных и экономических крестьян. Последние составляли большинство – 314 человек. В 1900 году в поселке было всего два дома и проживало 35 человек. В 1904 году в Абрамовке были революционные и антивоенные выступления. Пропаганду против политики царя и против ненужной народу русско-японской войны вел учитель церковно-приходской школы Пескунов. 20 ноября 1904 года он, беседуя с запасными, спрашивал их, «Зачем вы идете на войну? Сколько у вас земли? По 25 сажен на душу», – отвечали ему. «Так почему же у помещиков Раевских огромное количество земли, а никто из них не служит в солдатах? Нужно сговориться всем запасным и не идти на войну». На следующий день Пескунова арестовали. С 1906 года по 1908 год станция стала быстро заселяться. Этому во многом способствовала Столыпинская земельная реформа. Главный приток населения шел в основном из села Подгорное. Селились квадратами, по 9 хозяйств в каждом. Для строительства нарезался участок земли 15 на 15, который выкупался у хозяина, каким был помещик Раевский. В 1905 году в поселке уже было 445 жителей, имелся 81 двор. Одними из первых жителей поселка были Дорохин, Гаврилов, Колосков, Лузяков, Мамонтов, Ротмеров, Лыжнев, Подкопаев, Богданов. Почти все они стали предпринимателями и дельцами. Постепенно станция росла и в промышленном, и в торговом отношении. Для переработки сырья с целью продажи готовой продукции в 1913 году в Абрамовке была построена мельница и маслозавод. Они принадлежали промышленнику Каверину. В 1916 году в поселке насчитывалось уже около 118 дворов. Имелось 16 складов купцов и сыпщиков зерна, 6 пекарен, 12 магазинов частных торговцев, 4 лесосклада, 7 кабаков, но не было построено ни одной школы и медицинского учреждения. До 1926 года лечебная помощь нуждающимся оказывалась фельдшером в частном доме. До 1917 года лечение было платным. После Великой Октябрьской социалистической революции, опираясь на рабочих, солдат, деревенскую бедноту, 2 ноября 1917 года Новохоперский уездный совет установил советскую власть мирным путем на всей территории, в том числе и в Синявской волости, куда и входила Абрамовка. С октября 1931 года в районе вводится обязательное семилетнее обучение. Первым директором семилетки был Иванов Павел Васильевич. В школе обучалось около 300 учащихся. В 1935 году общеобразовательная школа была реорганизована в неполную среднюю школу. Однако приспособленное здание школы не вмещало растущее число учащихся. В конце 30-х годов здесь была сделана пристройка, где проходили двусменные занятия учащихся начальных и пятых-седьмых классов. В январе 1935 года РСФСР своим указом утвердил новую сеть районов области. За счет разукрепнения Елан-Калиновского района в 1936 году был образован Абрамовский район. Центром его стал поселок Абрамовка. Для нужд районов в 1936 году была основана машино-тракторная станция, где работало 400 человек. Здесь содержались все сельскохозяйственные машины, в том числе 25 тракторов. К 1940 году их стало уже 85. 26 комбайнов, 6 грузовых автомобилей. Вместе с ростом социалистической экономикой росла и культурная сфера. Работала звуковая кинопередвижка. Подстроенное здание школы вскоре перестало удовлетворять потребностям населения в образовании. Нужна была типовая современная школа, отвечающая требованиям времени. И в 1939 году началось строительство нового двухэтажного здания. Однако оно не было закончено, помешала Великая Отечественная война. Как и все советские люди, уходили на фронт из жителей Абрамовки. 7 897 абрамовцев защищали в годы войны родную страну от нашествия фашистской армии. Уроженцем села является герой Советского Союза Антон Андреевич Рыжков, отличившийся при форсировании Днепра в 1943 году. Погиб он в 1944 году. Ныне одна из улиц Абрамовки носит его имя. Уроженцем села является герой Советского Союза Александр Моисеевич Коваль, проявивший мужество и отвагу при взятии моста через Дунай в Вене 12 апреля 1945 года. Иван Огнев родился 5 марта 1902 года. Парнем работал он на мелькомбинате, помогал строить новую жизнь в родном поселке. С 1921 по 1934 год находился в рядах Красной Армии. Там же в 1924 году вступил в коммунистическую партию. Служил в частях особого назначения в Новохоперске, Лисках, Орехово-Зуеве. Затем был на командной и политической работе в Рязанском пехотном училище. На фронтах Великой Отечественной войны Иван Михайлович находился с августа 1941 года. Воевал на Смоленщине, защищал Воронеж, дрался на Курской дуге. Подполковник Огнев 4 октября 1943 года с полком переправился через Днепр и вступил в бой за расширение плацдарма в районе села Лютиш Киевской области. Был ранен, но оставался в строю. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 27 июня 1945 года. Бывший работник райвоенкоманта П. Дмитриенко вспоминает, что фашистские летчики сбросили на Абрамовку 1200 авиабомб. Враг метил в железнодорожную станцию, мелькомбинат. Были жертвы, погибало гражданское население. Случалось, что несли урон и проезжающие через станцию воинские подразделения. Работы по обезвреживанию не разорвавшихся бомб вела группа абрамовцев и среди них молоденькая девушка Анна Юдина. Она добровольно ушла на курсы по обезвреживанию бомб. На ее счету их было несколько десятков. Несмотря на трудности военного времени, жители не только работали на своих производственных участках, но и участвовали в сборе теплых вещей для солдат, средств фонда обороны, помогали работникам походно-полевых госпиталей, проходивших через райцентр. Только комсомольцами Абрамовской средней школы было собрано на строительство танковой колонны «Воронежский колхозник» более 12 тысяч рублей. Ратный труд тех, кто остался в тылу, приближал светлый миг окончания сражения. В поселке Абрамовка в основном 90% русского населения. Язык общения в быту русский. По данным на 2014 год в Абрамовке действует средняя школа, ООО «Абрамовский комбинат хлебопродуктов», входящий в состав АПК «Стойлинская Нива». 1 февраля 2019 года состоялось открытие нового здания Абрамовской врачебной амбулатории в поселке Абрамовка. Также на территории Абрамовского сельского поселения в 2009 году было создано муниципальное казенное учреждение «Культура Абрамовского сельского поселения». На территории Абрамовского сельского поселения есть стадион, где проводятся футбольные матчи и спортивные мероприятия школьников.